Слов нет, шикарная площадка. Большие и маленькие химчане выносят вердикт обновленным детским площадкам. Одни позитивные эмоции. И это неудивительно, ведь на месте деревянных и облезших игровых зон выросли современные и яркие шведские стенки, горки, качели и карусели. И все это на мягком и безопасном покрытии. Здесь раньше уже площадка, наверное, очень-очень старенькая была, вся такая достаточно уже поломанная, с торчащими элементами. И детишки об нее уже, можно сказать, ранились. И сейчас, конечно, замечательная площадка. Мы благодарны очень детишкам раздоли. Из всех окружающих домов приходят детишки с родителями. Есть детям чем заняться. До этого мы дети ходили, не знали, чем им заняться. Негде было поиграть. Были опасные, опасная площадка была, уже все отваливалось. Сейчас очень замечательно, хорошо покрытие нам очень нравится. Дети падают, ноги не царапаются. Мне нравится место прошлой площадки, то, что она получше стала здесь, больше места стало. Очень много здесь моих подружек. Представители управления ЖКХ и молодой гвардии «Единой России» оценили качество площадок. Сегодня в Химках возвели шесть. В том числе на улицах Маяковского, Энгельса, Розы, Люксембург и 8 марта. И это только начало. Вот уже пять лет ежегодно в городском округе появляются более полусотни игровых зон благодаря губернаторской программе «Комплексное благоустройство». В этом году у нас было запланировано 54 двора на благоустройство. В прошлом году было сделано 57, но этот год в связи с коронавирусной инфекцией у нас будет сделано чуть меньше дворов. Это будет 30 дворов. Те 24 двора, которые остаются, они переносятся на следующий 2021 год. Хотя химчане и высоко оценили новые детские площадки, претензий к благоустройству представителям администрации все же избежать не удалось. Так, жители домов на улице Энгельса отметили недостаточное количество лавок на площадке и отсутствие шумовых экранов вдоль проезжей части, в 10 метрах от детской территории. В управлении ЖКХ пообещали взять этот вопрос на контроль.